Итак, друзья, я вас рад приветствовать на нашем канале Агулов ТВ. И снова у нас интересный человек, а мы приглашаем только интересных. Это Рейнт Марина Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Я хотела бы сегодня рассказать о себе, о своих семинарах, о которых я провожу, Александр Тимофеевич. Меня зовут Марина Александровна Рейнт, я логопед-дефектолог, нейродефектолог, массажист, работаю с детьми с ограниченными возможностями здоровья уже достаточно большой промежуток времени, более 15 лет. Являюсь членом Национальной ассоциации реабилитологов и имею такую диагностику уже с таким большим опытом коррекционных нарушений, как дети с задержкой психического развития и ранний детский аутизм. Марина Александровна, пожалуйста, перечисли, какими ты направлениями занимаешься. Вообще я о тебе много слышал, много знаю, слушал твои лекции, мне они очень понравились. Но вот сама расскажи, чем ты владеешь? Чем я владею? Я работаю с тремя направлениями, это и логопедия, и нейродефектология, и массажа, и занимаюсь как и с детьми, так и со взрослыми. Дети достаточно с серьезными нарушениями, это задержка психического развития, ранний детский аутизм, дети с моторной и сенсорной лолей, это неговорящие дети, большое количество детей с заиканием, сейчас это бич, и также, почему я ушла непосредственно в массажи, понимаю, что направление логопедическое очень мало дает процентного такого отношения, когда ты берешь непосредственно и массажи, и нейрокоррекцию, и логопедическую коррекционную работу. То есть вот это три направления вкупе дает просто превосходный результат. Это и работа с телом, это и нейрокоррекция, которая работает с первым блоком мозга у ребенка, особенно при синдроме дефицита внимания и гиперактивности у детей. И логопедические зондовые массажи, это нарушение функции жевания, функции глотания у ребенка, все, что связано с проблемами нижней челюсти. Почему ушла в массажи и взрослые? По той простой причине, что нужно начинать с родителей. Все коррекционные методики наши непосредственно, как при работе с детьми, нужно начинать с родителей. Часто дети берут пример со своих родителей. Кто-то заикается, как папа. Да. У кого-то появляется привычка там почесать за ухом. Ну, это да. Приходится работать уже и с родителями. Плюс еще психосоматика, взаимоотношения между родителями. Какие они? Увы, сейчас это такая трепетная тема. И большое количество в семье и недопониманий, и воспитывает детей одни мамы. Поэтому, да, проблема серьезная. Я тут наблюдал, ты мне показывал интересные картинки, что происходит с челюстью. То бывает, рот не открывается у ребенка. Ребенок не выговаривает слова. Ребенок храпит. Ребенок вообще плохо разговаривает. И тут же проходит промежуток времени небольшой. Чудо происходит. Происходит чудо. Чудо физиологическое? Ну, первая проблема, наверное, это родовые травмы. Потому что все, что связано с нашим ижеванием, и с нашей осанкой, и с нашим телом, это родовые травмы. Сейчас это огромное количество родовых травм. Если каждый 88-й ребенок у нас в стране рождается с задержкой психического развития. Это и нарушение, в первую очередь, атланта. Дальше уже все связано. Найдет взаимосвязь и нижней челюсти, и осанки, и походки, и жевательные естественные мускулатуры. Она, увы, у детей или наоборот низкий тонус, или высокий тонус. Но здесь нужно заниматься не только ротовой полостью. Нужно брать полностью все тело. Вот это моя методика. И я бы хотела еще сказать о том, что родители, приходя на мои семинары, могут обучиться именно этим методикам. То есть семинар построен так, что любой человек, не имеющий медицинского образования, может прийти и обучиться, имея такого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Или, может быть, даже какие-то консультации, чтобы сначала человек научился работать, а ты бы корректировала лишь такой вариант. Александр Тимофеевич, естественно, с удовольствием. С удовольствием, да. И хотела бы еще сказать все-таки по тому, что у нас, увы, но родители сидят и ждут какого-то определенного возраста. Специалисты, врачи, неврологи говорят им, подождите трех или четырех лет, и все у вас будет хорошо. Так вот, ранняя коррекция, ранняя диагностика, она просто необходима. И специалистов моего профиля, и логопеды, и дефектологи, и нейропсихологи, и в первую очередь тоже висцеральные терапевты. Потому что все наше, это основа, это ЖКТ, естественно, да, у таких деток проблема. Очень серьезная. Да, здесь все связано, конечно. Ну, а вот могла бы сказать, ну, наибольший процент идущих детей с какими отклонениями? С какими отклонениями? Ну, задержка психического развития все-таки больше, аутоспектр. А ранний детский аутизм, увы, но это есть. Я считаю, что первые три проблемы, которые влияют на такое развитие ребенка, и на это в первую очередь родовая травма, это вирусы и прививки первого года жизни. Увы, но это так. А может здесь играть и недоразвитие неба? Может, может. И недоразвитие неба, и смещение атланта, это все вместе сможет. То есть вот если в первый год жизни родители обращаются за коррекцией, то задержку психического развития можно миновать. Этот диагноз может и не присутствовать. Но, увы, наши специалисты, неврологи ждут все-таки какого-то момента определенного, чтобы до трех, до четырех лет. И, естественно, это уже все и стабилизируется. То есть нарушение и сосание, и глотание, и жевание у ребенка уже сформировается. Когда можно сделать раннюю диагностику и коррекцию? Марин, а вот ты училась в Китае. Да, люблю. Вообще это нужно было или не нужно? Люблю китайскую традиционную медицину. Вы знаете... И с какой целью? С какой целью сейчас расскажу. Когда первый такой толчок, просто я столкнулась с такой проблемой, когда мне привели ребенка, очень такого достаточно серьезного, с ранним детским аутизмом он не ходил. Ребенку было четыре года. Я поняла, что методика той работы, которую нам дают определенные логопеды, дефектологи, нейропсихологи, ее очень мало. Когда я стала использовать китайские массажи и обучаться именно этому, китайской традиционной медицине, вакуумной практике, результативность таких массажей и действия у ребенка, даже психики, результаты стали превосходны. Во-первых, этот ребенок пошел. Ему говорили о том, что он не пойдет. Он заговорил. Я ему восстановила функцию глотания, функцию жевания. И сейчас ему 8 лет, этому мальчику. У него превосходные просто превосходные результаты и в речи, и в его развитии в психическом. Ну вот, я собой горжусь. Послушай, а взрослые не просятся? Взрослые просятся. Взрослые просятся, потому что моя методика такова, что работать нужно обязательно все-таки с родителями. Через родителей. Когда мама открывает не то, что свое какое-то тело, узнает свои какие-то проблемы и в теле, и в своя психика. Вы понимаете, я была на конференции, и правильно сказали, один специалист выступал и рассказывал о том, что аутизм ведь не хотят принимать, потому что его ставят только в 3-4 года. И это не хотят принимать мысленно. Если ребенок рождается с синдромом, допустим, Дауна, его сразу видно. Да, это ребенок с синдромом Дауна. А у нас ставят диагноз только в 3-4 года. И мама не понимает, для нее это шок. И этот шок, естественно, отображается где? В теле. Вот. Поэтому, да, я беру и родителей обязательно. Пожалуйста, расскажи по семинарам, которые ты проводишь в нашей академии. У Александра Тимофеевича у вас. Я провожу семинары как и для детей, так и для взрослых. Приходите, пожалуйста. Вы можете посмотреть их на сайте оголов.ком. И я немножечко вкратце расскажу. Семинары есть для детей по логопедическим практикам. Это логопедические массажи при детском церебральном параличе. И точечные массажи. Вы можете выполнять их дома, абсолютно спокойно, для своего ребенка, ежедневно. Или курсами, как вы хотите. Это можно обучиться и в домашних условиях их тоже выполнять. Это и семинары для взрослых, для косметологов, для массажистов, для людей просто, которые хотят работать над своим здоровьем, над своим телом, быть красивыми, гармоничными, успешными. По, немножечко хотела сказать, по асимметрии, вот семинар, который сейчас будет. Я двухдневный семинар, я работаю и беру непосредственно тоже работу с нижнечелюстным суставом. Это асимметрия лица? И лица, и тела. Тело, да? Да. Детская асимметрия. Все. Все? Все. И взрослого, и ребенка. Но так как моя все-таки специфика еще больше работы с лицом, и больше работы с челюстью, и больше работы именно с небом, результат превосходный. И у родителей, и у ребенка тоже, да? А я слышала, что ты как врач используешь и такие методики, как кровопускание. Люблю. Люблю. Кровопускание люблю. Я люблю иголочки. Я люблю кровопускание, вакуумные практики. Мне все это очень нравится. Результат превосходный. И когда люди один раз хотя бы это все попробовали, понимают о том, что какая вообще у нас зашлакованность в нашем организме. Что, естественно, меняется состав крови. Естественно, человек такой становится достаточно очень бодрый. И это очищение. Это очищение. Интересно. А биоритмы как ты принимаешь? Стоит делать день рождения или не стоит? Когда пациент приходит, говорит, а у меня сегодня день рождения. Так превосходно. Восходно. Серьезно? Значит, скидка. Значит, скидка. Интересно. Дни рождения. Вопрос, опять же, меня больше даже интересует, какая группа крови у человека. Вот это вот меня больше интересует. Вообще-то у нас вот как бы есть такое, так как работаем с животом, около дня рождения обычно возникает небольшая задержка. То есть реакция организма, она не совсем... Да, да, да. Потому что нулевая точка. Поэтому день рождения мы как бы пациенты стараемся провести, а дальше уже после дня рождения начинается его хорошее выздоровление. Тогда все идет на подъем. Ну, в день рождения, наверное, они сами не ходят почему-то, хотят хорошо отметиться, только потом делают очищение и всякие разные различные процедуры. Друзья, я хотела бы обратиться непосредственно к вам, как к родителям, как и к специалистам, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. У меня огромный опыт, как и в логопедии, в дефектологии, нейродефектологии, в области массажа. И если у вас есть дети, у которых задержка есть психического развития, ранним детским аутизмом, пожалуйста, я готова этим опытом с вами поделиться. Пишите отклики, какой вы хотите услышать формат. Это онлайн, это семинары, что бы вы хотели услышать. У меня есть очень превосходный такой семинар по межполушарной асимметрии головного мозга, потому что нужно знать об этом. Какие мы, какие левши, правши, амбидекстры. То есть это определенные такие знания, которые нужно использовать и в массажах. И в работе с такими детками, понимать, какие они. Так что, пожалуйста, присылайте оголов.ком, присылайте вопросы, и я буду с удовольствием на них отвечать. И готовить семинары на эти темы. Спасибо вам, Марина Александровна. Спасибо вам, Александр Тимофеевич, за очень приятную беседу и за приглашение. Ну и до встречи. До свидания. До свидания, дорогие друзья. Спасибо. Ждем вас на нашем канале. До встречи. До свидания.